Служба крови встречает молодых. Донорская весна обновляет ряды сдающих. Поделиться кровью придут 100 человек. Вдвое больше обычного. У меня мама почетный донор. Она сказала, почему бы не сдать. А волонтер Александр сначала хотел только помогать участникам акции, но подумал и записался в доноры. Саша 18, в нем 50 килограммов. Он здоров, значит годен. Я знаю, что сначала сдует кровь, потом чай пьет. У студентки Евгении путь на станцию начался два года назад с такой же донорской весны. В ВУЗ приехала бригада трансфузиологов. После экспресс-диагностики Женя единственная из одногруппников была допущена кроводача. И тогда, говорит, озарила. А вдруг таких, как она, мало? Я нормально себя чувствую после сдачи крови и решила, почему бы не помогать людям, если у меня получается. Для станции молодые доноры – надежда. Ведь доноры-стажисты с годами набирают не только багаж знаний, но и болезней. А банк крови должен пополняться ежедневно. Отсюда она разъезжается по всем больницам республики. Онкология, хирургия, травматология, роддом. Там донорская кровь спасает жизни. Кровь как биологический продукт имеет свои сроки хранения. Если мы готовим больше, увеличивается списание. Если готовим меньше, появляется дефицит. За семь лет служба крови держит баланс, в том числе благодаря донорским акциям. За это время средний донор в Удмуртии помолодел на 10 лет. Сегодня ему 40. Вот мы шесть с половиной лет проводим акции «Донорская осень» и «Донорская весна». За это время 30 с копейками человек стали уже кадровыми донорами. То есть это именно те люди, которые приходят и сдают кровь постоянно. Ежегодно республиканский банк крови пополняют 15 тысяч доноров. В их ряды сегодня вступил и заместитель министра здравоохранения. Абсолютно комфортно. Мне даже понравилось. Кровоздача запускает ряд очень полезных и нужных механизмов в организме человека, настроенных на обновление органов и систем. А еще донору за кроводачу положены два дня отдыха, а сразу после процедуры в кассе выдадут 500 рублей. Ну и чай. Все, кто пробовал, уверяют. Он на станции очень вкусный. Марина Баль, Павел Яскин. Новости.